Мужчины рыбаки, мужчины все охотники, и если просто грибники, то все равно охотники. Так, товарищи, доброе утро всем. Друзья мои, всем большой привет. Вы находитесь на канале Сказочная Деревня. Меня зовут Юля. Спасибо вам за то, что вы смотрите наш канал. Как правильно сказать-то? Жаркое утро. Ну, прям-прям жаркое. Если в машину купил экран серебряный, фикс-прайс, что-то там 160 рублей, что ли, на лобовое стекло. Сзади. Сзади. Сняла его сейчас. Красотень. Со стеклом, конечно, очень круто, потому что панель передняя греется, и как начинает жарить, как печка. Потом в машину не вдохнуть, не продохнуть. А с этим. С экраном защитным прям всем советую. Особенно у кого... Это что такое-то с утра? Машина темного цвета прям. Реально помогает. Кипланы. Я проспала Пилатес. В выходные фигли. Ребенку же не надо никуда везти в сад. Мы расслабились. Я проспала Пилатес. Глаза открыла. Понимаю, что я уже опоздала. Ну, я еще не опоздала. Но пока я соберусь, пока я доеду, я уже опоздаю. Поэтому я с спокойной совестью еще полчасика доспала. И еду в бассейн. Сейчас будет тренировка по акваэробике. Поплаваем в бассейне. Какие планы? Сейчас сначала занятия. Вот белое платье выгуливаю. Кто-то мне там в комментариях написал. Юля, столько платьевиков накупила. О, чернилка через кусты лезть застряла. А, я вылезла. Платьев накупила, а ходишь, типа, в кофтах. Так не было, погода не позволяла. Особенно, например, в белом платье ты и не походишь. Поскольку грязище было. Я, так сказать, периодически, конечно, надевала платье, когда погода позволяла. Но ролики не снимала в этот день. Все, видите, я вот в своем белом платье. И в туфельках. Ой, красота какая вообще. Наконец-то дождалась. Наконец-то дождалась. Так приятно, знаете, бывает, когда посторонний человек тебе делает комплименты. При этом совершенно не важно, мужчина это или женщина. Я тут приехала тоже в зал. И что-то не пойму. У меня машина как-то пила. А, нет, показалось. Дорога такая. Приехала в зал и одела свои такие лимонные туфли на высокой шпильке. В платье приехала. Я люблю. Где все говорили, куда ты будешь ходить? Да куда угодно. Ходишь в магазин, ходишь в зал. Господи, ходи, кто не дает. И там женщина одна, ой, говорит, какие у вас красивые туфли. А где вы купили? Такие туфли красивые. Прямо она так, прям, восхищалась. Так это приятно. Так классно, когда тебе даже женщины делают комплименты. Это вообще. Все любят комплименты. Почему нет? Все мы любим, когда нас по шорстке бывает, хвалят за что-нибудь. Это вот это в детстве нам, когда не хватает. И мамы наши обычно в советское время всегда на работе были. Нам вот этого не хватало. Ну и даже не из-за этого, просто всегда приятно, когда тебе делают комплименты. Ну вот, детям постсоветского периода это особенно проятно. Прям, мне так было, прям, такая, такое настроение было на весь день классное. Я тоже стараюсь, даже незнакомую людям, если мне что-то нравится, всегда говорят, ой, у вас там такое платье красивое, такие очки интересные. Вот, кстати, очки. Я в белом платье, ну, в таких бело-бежевых туфлях. Блин, я поняла, что у меня нет белых и темных очков. У меня такой выбор очков. Хочешь диоптерами, хочешь без диоптера, а вот с белой оправой под белое платье, у меня ниточку. Ну, я не буду покупать, это как-то. А может, и буду, фиг знает. Я вот сейчас поняла, что у меня их нет. Вдруг где-нибудь, если на вас, браз, интересные попадутся, может, возьму, посмотрим. Дальше какой план? Дальше план. Есть жгучее желание вывести мусор с участка. Димьян пока дома, потому что там я собираю все, ну, где-то что-то сломалось, улетело, или еще что-то. Вот весной все собиралось, все в мешках стоит. Шланг там старый, тяжеленный, надо вывести. В общем, короче, есть жгучее желание все-то собрать и навести на помойку. Сейчас приеду, когда обратно. Организую, так сказать, старшего на вывоз мусора. Еще попросил я ее, уже пора косить. У нас пора косить. У нас уже крапива по колено, уже сныть по колено вылезла. Вот эта трава, которая как газонная, еще нет. Ну, то есть вот серединку-то, как бы я и сама там тележка могу покосить. А по углам участок, где вот эта сныть прет и крапивы полно, она уже здоровая. Все, я уже сейчас уезжала, днем проснулся. Я говорю, проверь косилки, чтобы это, ну, и если есть желание, можешь покосить. Желаний у него нет, но раз мама сказала, пройдется ему косить. Ладно, короче, поехали сейчас в бассейн оттренируемся. Балюня еще вообще спит. Поехали в бассейн оттренируемся, вернемся, посмотрим. А, еще надо на Озон зайти. У Демьяна сломались очки. И он заказал новые очки, надо, они приехали, надо сходить их забрать. В общем, короче, все. Все вам рассказала, поехали. Надеюсь, вам будет интересно. Все в этом платье классно, кроме одного, блин, мнется, падла. Ну, то есть вот на машине ехала, а вон туфли у меня. Прям весь подул мятый, хотя я его отбарила перед тем, как выйти. Вес стоит, я бы так сказала. Он медленно-медленно, медленно-медленно вне сползет. 102, 102,50, 101,8. А нам опять вернется. То есть вот прям сейчас, уже неделю, наверное, вот на этом уровне стою. Уже бы хотелось хотя бы до 97 похудеть к югу, потому что я Поле обещала в прошлом году на горке кататься. У нее не хватало роста, 5 сантиметров, а мне было, а у меня был лишний вес. Там больше 100 килограмм на горку не пускают. Ну, это, как это? На американские горки я все рассказывала, я все подбивала Лелика. Говорю, поехали, поехали. Короче, он не хотел нас пустили. Ну, мы купили, я ему уговорила, мы билеты купили, а нас с Полей не пустили, он поехал со своей дочкой. А нас не пустили, он пришел и смог без нас кататься, хотя я его уговаривала. Хотелось бы, чтобы чуть поменьше 100 было. Я же обещала, что мы в следующем году обязательно покатаемся. Красотища, как на юге. Хочешь, лежи, загорай. Вообще. Лежу, загораю. Сейчас пойдешь в сауну, можно в сауну пойти. Я взяла, там у меня массажер для лица. Ну, я этим скребком гуаша пользуюсь, когда в хамаме. Там влажно, крем, скребок гуаша и лежишь, отдыхаешь. Она еще с такими травками, очень вкусно пахнет. Там сушеные травки висят. Но сейчас пойдешь, блин, расслабишься. Потом на тренировке будет тяжело. Можно пойти в гидромассажную ванну, но там вода горячая. В осене будет холодно. Я уже знаю. Я уже сюда давно, я уже все попробовала. Давно ухожу. Поэтому я сейчас подожду, еще полчаса целых. Как раз только пилатус закончил. Даже через 10 минут только закончил. Тренер придет. Один и тот же тренер ведет и пилатус, и акваэробику. Она сейчас там закончится. Все оттуда сюда придут, и она придет, и он занимается. Решила, что я загораю. Правда, говорят, что через стекло загореть нельзя. Но зато можно погреться на стол. Хорошо. Как на юге прям себя чувствую. Прям музыка такая еще играет. Расслабляюсь. Боже мой. Как жить хорошо. О! Прям сама себя завидует. Забыла вам показать. Вот с такими гантелями. То есть ты на гворобике не просто прыгаешь, еще вот с такими гантелями половину занятия занимаешься. Они так-то легкие. А вот в воде, блин, они прям, кажется, какие сложные. В воде они прям реально тяжелые. Так-то они, конечно, легкие. Прикольные. Все. Тренировка прошла. Теперь можно хошь в хаман, хошь в гидромассаж. Ну вот теперь все. Тренировка закончила. Пойдем-ка. Мы ведемся, так сказать, в порядок. Обратно. В обратную сторону. Массаж лица сделан. Красный. Как все. Ой, вообще красотень. Такой скребок гуаша, вот им я делаю массаж. Покупал дома, буду перед сном делать дома. Ни шиша я дома не делаю, но вот в хамане самое оно. Ну вот, ты прям себя человеком почувствовал с утречка. Ой, ну вот утречка. Сколько? 12.02. Нормально. Утречко такое. Есть... Для этих бассейна, естественно, есть свои минусы. Во-первых, там столько хлорки, что купальник рассыпается за полгода примерно. Во-вторых, естественно, никакие нарощенные ресницы не держатся при занятиях в бассейне. И ты только вот если просто плавать, ну не моча, да, лицо, не намачивая, как это правильно сказать, не моча, как некрасиво. Но когда у тебя идут занятия, все равно уже брызги летят, как ни старайся. И ты периодически, ну то есть лицо протираешь, ну все равно что-то попадает. Естественно, если ресницы все долго не держатся. Вот сколько я отходила? Полтора недель, наверное, да? Может, две. Полторы. Короче, все уже обвалилось. И еще из такого забавного, знаете, что заметила? Только на акваэробике есть упражнение такое, где ты как бы вот бежишь, бежишь, но ногами ты должен часто-часто-часто быстро-быстро-быстро-быстро перебирать в воде. И вот я пробовала на земле, но не так работает. А вот именно в воде ты чувствуешь просто каждую свою жиринку, даже на спине, блин. Я уже почувствовала, что у меня на спине аж жир трясется, когда ты вот так делаешь. Но вот на суше нет, а в воде прям быстро-быстро-быстро ногами если перебирать, по полу так вот как бы стучать. Получается, что да. Короче, совершенства нет предела. Но есть и плюсы, между прочим. Знаете, иногда посмотришь там где-нибудь на ютубе или где-нибудь в тиктоке, все такие как в телевизоре, это вообще прям все такие красивые, такие подтянутые, такие прям, ну прям, девочки, для поднятия собственной самооценки я очень рекомендую вам, ну, записаться в зал хотя бы на месяц, но не для того, чтобы там самим, да, что-то там достигать, а просто. Ну или можно, кстати, в общественную баню, например, сходить, просто посмотреть в раздевалке на голых женщин. Не бывает таких, как показывают в телевизоре. Возможно, где-то они и бывают, возможно. Но мы все настолько разные, настолько индивидуальные, и даже вот, ну, может быть, если тебе лет 20, то еще да. Ну, потому что в раздевалке все же голышом ходят, да душа, от душа, кто так идет, кто там, что-то, все же видно. Ну, если лет 20, то еще ладно, да, и то, ну, вот прям вот, чтобы я ни разу не видела, чтобы вот, как показывают, вот прям какая-то суперкрасота, как в ТикТоке, вот они там все. Вот даже если она приходит, вся такая стройная, подтянутая, вот с такими буферами, значит, она приходит, она раздевается, она снимает поддерживающий лифчик, кто в корсете, кто что, у всех все бум-бум-бум. И думаешь, батюшки, все свои, как хорошо, а? Вот реально, я еще, даже тренера, даже тренера, они тоже переодеваются, уже тоже видно. У всех есть нюансы. У кого-то что-то где-то лишнее, у кого-то, наоборот, не хватает, да, и здесь вот приходится одевать поролон, чтобы по улице идти. Бедные, я вот в этот момент думаю, бедные мужики, представляете, они же визуально выбирают, ну, в начале, так сказать, визуально они же смотрят, а потом все как у всех, вообще. И все же они ищут какую-то там супер, а нет таких. Ни разу я еще не видела, чтобы вот я кого-то в раздевалке увидела и сказала, блин, вот прям как с экрана. Таких девочки нет. У всех свои нюансы. Где висит, где целлюлит, где не хватает, где вообще страшно посмотреть. Ну, то есть, прям, прям, все мы красотки. И это прям радует, воодушевляет. Ты на себя посмотришь, знаешь, господи, я тоже красавица. Потому что жир на спине во время такой тренировки трясется, поверьте мне, не только у меня, а у всего бассейна. Что-то, что-то так охота для души куражей. Какие тюльпанчики красивые зацвели у кого-то за забором причем. Мыши, наверное, растаскали. У меня тоже мыши по участку таскают. Вон красный, видите, тюльпанчики зацвели у кого-то. Хотя на площади, где я встала, слева от меня здесь магнит-косметик, пивные магазины разливные, сзади меня там пятерка, в адрес, зон. На этой площади, где все это стоит, раньше стояло, по-моему, два участка или три участка. Короче, здесь были жилые дома, и когда здесь решили сделать стройку, вот эту площадь под коммерческие застройки, людей, соответственно, выселили. Ну, как выселили, дали денег, они переехали все. Все снесли, наверное, просто чьи-то тюльпанчики остались. Ну, был участок уже, чьи-то остались. Красиво так цветут. Я дом тоже срезала, у меня цветут много. Я себе вчера букет такой большой срезала, 25 тюльпанов. У меня дом стоит в вазе, красиво цветет. Ну, и мыши тоже таскают эти вот луковички тюльпаночные. Смотрят, что там выскочил, то где-нибудь, блин, вообще в середине, около дорожки выскочил. Ну, они по норам прячут, они прорастают. Что-то я хотела. А-а-а! Переписывала сейчас с одной старой знакомой. Она раньше жила там в Климовском, недалеко отсюда. Сейчас она переехала, и она мне фотку прислала. Говорит, вот я типа сейчас вот так я выгляжу. Мы там давно достаточно не виделись. И я ей присылаю, думаю, ну, мне тоже надо сфоткать, сфоткать ей свою прислать. Посмотрите, как я выгляжу, ну, раз уж это. Вы знаете, бывает такое раз в никогда, когда ты совершенно случайно сделаешь просто офигительную фотку. Прям вот, смотрите, я вот сюда ее вставлю. Я уже всем похвасталась. По чатам раскидала даже, если я не похвастаюсь таким событием, как офигительная фотка, совершенно сделанная, случайная. У меня это бывает очень редко. Даже если ты специально пытаешься сфотографироваться, вечно то рожа кривая, то тут что-то висит, то вот как-то стрёмно. А тут прям случайно такая фотка, когда я ВКонтакте повесила, прям класс. Такая у меня прям заряд бодрости, класс. Прям эта фотография случайная меня сделал позитив на мой день. Что я и приехала? Я приехала за очками на Азорке. Надо сходить забрать очечи. Откуда-то пахнет чем-то прям кремом сладким таким, знаете, как для первого... Я сладкое не ем, тут теперь хоть понюхать. Кто-то может, может, что-то в пятерку привезли, да. Что-то в пятерку, в пятерку, может, что-то привезли. Прям сладким кремом от Тарта пахнет. Прям я по улице иду, и там эта вытяжка прям... А чей-очей для Демыча, он, я же сказала, да, я уже забыла, он свои сломал. Он пошел мыться в общаге и наступил на них. Ну, положил вещи на пол и очки сверху. И когда выходил, наступил на свои у него. Сломались очки у меня теперь третий день, что ли, ходит, как крот слепой. А он мне сейчас сказал, что он покосил. Я прям даже, честно сказать, боюсь, посмотрю, что он там покосил. Без очков. У него минус три. Я ему еще тоже линзы заказала. Вот эти однодневные, как я себе брала. Вот эти, ну, попробуй. Там что-то 300 с чем-то рублей, 5 штук. Ну, типа, два раза попробую. Блин, машин теперь тут дачники гребаные понаехали. Я ему тоже говорю, давай, может, хоть линзы попробуем. Говорю, тут вечно, ну, эти очки. Он их постоянно одни... Ты вообще встал, хрен пойми как. На выезде в середине. Обалдеть. А как мне теперь? Лезть. Давай, Сень, всосали бока и поползли. Мало того, что наехали, еще парковаться не умеют. Уроды. Заказал ему тоже линзы. У него, по-моему, минус три, минус три с половиной. Короче, мы взяли линзы на минус три. И по поводу, мы обсуждали как-то на каком-то стриме, по поводу операцию ему сделать на глаза для улучшения зрения. Он спрашивал у врача. Я вчера с ним на эту тему разговаривала. Точнее, он со мной на эту тему разговаривал. Я как бы сама первая со своими предложениями не лезу. Он со мной разговаривал на эту тему. И он был у врача, когда проходил этот медицинский осмотр перед армией. И тоже у врача спрашивала. И врач сказал, лучше после 25 лет. Можно, конечно, сделать и раньше, но зрение может упасть. Там уж что-то там еще, что-то там еще. И лучше делать после 25 лет. Ну ладно, мы сейчас сначала разберемся с тем, что-то может в этой жизни делать дальше. А там уже и обсудим операцию на глаза. Посмотрим, как будет. Ну, линзы я ему заказал, но линзы еще не приехали. Они только в приятную. Я говорю, попробуй, может тебе понравится в линзах ходить. Потому что у него эти очки как базилио. Нет, ему все нравится, его все устраивает. Он их заказывает не первый раз. У него были раньше другие, там, другой формы. Но он говорит, нет, вот эти, хоть ты тресни, вот эти мне нравятся. Они, правда, сделаны хлипкие. Но они стоят 900 рублей. Ну, прям, не бешеные деньги. Сделаны хлипковатые. Я уже не знаю, какая-то пара. У них вечно... У него там то болтик вылетит, то оправа треснет, то еще что-нибудь. Ну, хватает ему месяца на три, наверное, в них ходить. Но он не снимает в одних этих же очках постоянно. Я ему тоже предлагала. Говорю, сынок, ну, давай еще какие-нибудь закажем. Ну, чтобы хоть на смену были. Нет, я хочу эти. А заказать двое одинаковых лучше не надо, чтобы по-любому одни потеряет где-нибудь. Ну, как бы они будут лежать, они потеряют. Поэтому, в общем, он это. Пока так. Давай, пока Нави, обгоняй меня. Тебе же не стоится спокойно. Инвалид на Волге. Как в фильме. Кто инвалид? Не шумей, я инвалид. Волга коричневого цвета. С наклейкой инвалид. Пока Нави меня обгоняет. Не может подождать три секунды. Всех местных раздражают вот этих кучи дачников. Прямо это видно. Все такие нервные сразу стали. Потому что на машин много. Нигде же не встанешь. Везде очереди в магазинах у нас. Теперь все до осени. Ну, в мае сейчас прям ажиотаж, ажиотаж. А потом то ли мы привыкнем, то ли народ перестанет уже быть таким бешеным. Что ты у меня из лужи пьешь? А, улетела птичка. Вот он идет. Ой, пока триндела, да? Я уже там доехала с вами вместе. Держи, базилио ты мой. Что, линзы не пришли? Не, линзы не пришли. Завтра он пойдет. Завтра, да, он завтра в корень собрался. Ну, мне там еще пару вещей иди забрать. Говорит, быть зрячим хорошо. Это вообще бесспорно. Неожиданно приятно, говорит, все видеть. Так. Ну, что, я все покосила? Ну, пойдем поглядим, что ты там покосила. Вот тут вот не покосила, он все прям сюда в калитку выпирает. Сейчас я тебе покажу, где цветы. Будь здоров, сынок. Я завтра в Кашире буду, заеду, куплю. В Чижик заеду, за кормом, думаю. В общем, раздала всем ЦУ. Пошли все мусор собирать. Я тоже взяла мешок, мне тоже надо там в одном месте все собрать. Вот откуда оно здесь сделалось? Вот откуда оно может здесь взяться? Застук из туалета. Господи. Грузи мусор. Грузи мусор. Какими баками? А, я ее сегодня не видел, там детство сработает. Я ей позвоню, спрошу. Ты с бани. А ты там все собрал? Их там было... А, ты еще не собирал? Все, я поняла, Влад. Что, я что, я до завтра наеду? А берусь на этот минуты, не знаю. Все входили в туалет. Ладно, разберемся. Попозже ей позвоню. Узнаю, что... Наташке я обещала бочки. У меня бочки стоят лишние. Ей нужно у них воды. Летом не бывает. У них воду отключают. Что ты стоишь, смотришь, иди собирай. Дерчатки взяла? Все, иди выгружай из того бака. Сюда мусор. Как я тетя Наташа бочки обещала. Что двери вот не закрыли? С какую-нибудь кошку там закройте в этом? Я с собой закрыл. Не вредь. Начинается. Скиньтесь и не ссорьтесь. Не закрой двери с собой. Ты последний. А ты первый ходил. А последний. Надо закрыть с собой. Вот, я вообще почему? Что? Просто если я уеду, Нужно будет бочки. Вот именно. Саша, надо помогать. Давай, шуру и горе скрывать. Старших надо уважать. Ну вот, уважь меня закрыт вверх. Так, я пошла. Я не могу это слушать. Меня прям это раздражает. Да что? Да с бочками-то. Вот, да все, Полюс, спокойствие двери, иди собирай. Что хотелось. Сейчас все равно еще пойдете туда за мешками. Вот что она? Если я завтра уезжаю, то можно свепчайник отвезти. Или тебе потом за натрой выйти. Ты один бочки не загрузишь. Я бочки тягать не буду. По кочану, потому что они тяжелые. Они пустые, еще они тяжелые, они тяжелые. Ты хочешь сам их загрузить? Я могу тут попробовать загрузить, если надо. Куда он ломанулся? Дунай! Ты куда ломанулся-то? Сейчас, я его собрал. Кого-то он там увидал, кошку что ли, соседскую. Вот, блин. У него такие ключи, но он двух ключей уже с него снял. Да? Я один здоровый. Я его капала. Надо еще покапать. Я у мамы инженер. Нет, надо его вытащить. И не надо мне ничего показывать. Он сам отвалится, он уже огромный. Ладно, мелкий там повдерка. Огромный такой. Надо наелся. Где? Давай я пока в перчатках сниму. Он сдох! Я его не хочу. Это у него был. Вот. Капала же, блин. Я его чесал. Вот она, смотри. Держи его. Да стой ты. Сейчас, подожди. А, куда-то я его кинул. Слушайте, я, конечно, понимаю, они все любят, но я вам покажу. У меня собака прокапанная. Смотрите, они клещи, вот они насасываются и дохнут прям на нем. Вон они какие. Раз, два, вот они. Прям сухие, как болячки. То есть не как клещ, а такие, ну они сдохли и все. И покинула. Фу. Тут такой кипиш, а кот вообще спит, ему все пофигу. Поле тут с мешками бегает, тут с мешком туда-сюда. Дуна искать. Зачем ты ему тряпку дала? Он сейчас ее день бросит. Я ее привязываю на батут, она ее вот так дергается. Тьф, дурачок. А этот спит. Слышь, Баюша? Лоб такая классная. Баюш. Жопа мохнатая. Ну-ка, буди давай своего дружбана. Поль, не, он не твой дружбан. Проснулся. Проснулся, ты что меня разбудили? Ходите тут все, орете. Да, отстань ты, что ты в меня соплями кидаешься. Поль, собирай давай с того бака весь мусор. Вот в этот мешок. Так, я дойдусь сегодня или нет, до своего бака. Мама, специально для тебя. Сынок! Если его разрезать на несколько частей, он будет гораздо легче. Тебе бабушкина идея. Серый шланг оставь, он нужен. Нужно только выкинуть, только черный. Ну что? Могла вам еще клещи. Где? Вот так, вот. Вот так. Даже я уже... Боль, надень перчатки, сними их сама. Я не могу. Ну не можешь, я потом приду, сделаю. Я вот наблюдаю. Мам, я совет ему дала. От меня мам вчера. Потому что он очень тяжелый, этот черный шланг. Но он, во-первых, много лет ему уже, во-вторых, он в многих местах поломанный. Давай, донесу. Он переломанный и, соответственно, льется. Вон там он. Везде. Везде льется, да. И вода, в общем, не дотекает. Я приделала вот такой зеленый обычный садовый шланг. У нас сделана из бани, выкопанная яма. Это не мы делали, так и было. И вот здесь вот в углу, где шланги висят, на ту сторону выходит труба металлическая. Из нее воду включаешь, ну там включаешь в розетку насос. Из нее льется вода. И ездили. У насоса какой шланг? Такой же резиновый сюда? Не знаю. Или трубой. О, еще одна. Не знаю. Кто? Оса. Ну, оса, оса. Давай, черный шланг. Но он тяжелый, капец какой. Что нам нужно? Поль, дай мне эти... Как их? А ты заказал штаны? Да. Они приехали? Нет. А, понятно. Если разрезать, то будет легче, это слышишь? Я понял. Мам, ты видишь? Мам, ты видишь? Ты мне вчера говорила. Я лучше резать буду, чем нести. Он не такой тяжелый для меня. Неси, не си. Я вот ее маме тоже так сказал. Ничего он резать не будет. Но он же тяжелый. Как он его потащит? Тут 10 метров. Я вам резать больше, чем не си. Она просто бабушка за тебя переживает. Что тебе дать шланг, да? А он легче. Ну, это кусочек, конечно, а ты вон тот подними. Да. Да она что, вся грязная будет. Еще и в новых штанах, в новой футболке. Что там? Там паук. Кошмар какой, ужас. Где? Паук к деньгам. Ползи, ползи, мой хороший. Конечно, тоже мы тебе крыжу давно не вправляли, да, дочь? Не трогай. Ничего тяжелого для этого мужчины есть. Сама родила, сама вырастила, сама пользуюсь. Да, сынок? Люблю, говорю, тебя. Нет, убежал, по-моему. Ну и на шею, да, одевай, конечно. Грязный, да, в новых штанах уже все, уже. Та-да-да! Та-да-да! Как, мне ничего смотать? Неудобно, да? Не ухажать. Это ваша бабушка. Мы все загрузили, чего? Поль, мы приедем, через 15 минут по мусору вывезем и вернемся. В магазин еще пойти, купите, пожалуйста, маршмеллоу и фрежбар мне большой. Хорошо. Я Деме купил фрежбар, это вода такая в бутылке. Сладкая. Я купил Деме, он просил. Он пил-пил и оставил бутылку на кухне. А? Задергался, видишь? Да, лёгался. Сеня, чуть-чуть осталось, жди. И я стоял, короче, полбутылки, я стоял на кухне. Вечером более такая. Мам, Мам говорит, хочешь мороженое? А, Дем пришел, говорит, а где моя вода? Воды нет, бутылка пустая. Ну, я пришла, когда там на дождикке был, Поль допила, я ее выкинул. Деме пришел, говорит, а где моя вода? Я говорю, кончилось. Он так, как кончилось? Там так много было, так много было. Говорю, не знаю, ну думаю, ну, может, он перепутал. Проходит полчаса, Поль говорит, мама, а хочешь мороженое? Я говорю, что за мороженое? Она мне достает. Мне формочки есть для мороженого. фреш-бар наливает заморозил получился фруктовый лед сладкий айдем уходит вчера ищи свою бутылку но я главное там печеньки достал еще селся раз такой расположился покушать хотел все пока 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 мы сейчас вернемся здесь а че у нас у нас багажник открыть он горит багажник я говорю поль ты че его это воду заморозил он такой дага . вкус нет открытого закрыл там застрял что очень вкусно получился все мороженое фруктовый лед такой сладкий получился вкус газировки и придавая делаем позовем на на сделку две штуки что она сделала одну просто из воды она сделала 1 1 мороженое просто из воды это мне сладкое нельзя просто воды и 2 сделала из этого фреш-бара я даже не знал кукушка лучше да и точно большой семьи вот не оставляй сладко на столе так тем нам надо на нашу тыщу под вас но если завтра уедешь каринку сегодня надо продухи все с утра ехала вроде бы ничего что да все все жгут мусор все в дыму вся деревня в дыму все все жгут все все вывозят а не просто помойки сейчас до самого дон до неба куча 3 идем ты был рядом положила может заберет да у нас очень любит помойки забирать мы как тоже вывозили в прошлом году что тоже вот такой весенний вывоз мусор у нас был нам пришлось ездить два раза и короче когда мы второй раз приехали уже половина того что мы оставили там был светильник старый здоровенный какие-то еще чего там такие короче вещи которые сломаны нам не нужны их уже кто-то смотрим мужики в машину грузит может на металл не знаю может кому нужен кусочек у нас тут иногда стоят эти обувь одежда прямо рядом не в контейнере рядом с контейнером так аккуратненько может кому тоже на кто-то оставляет я думаю то забыла тут еще случилось еще вот этот ряд буду мусора набирается я вывожу мусор каждый день каждый день я вывожу синий мешок с кухни ну и вот так если что-то где-то найду соберу подсоберу все складываю в синие мешки вывожу каждый день мешок мусора и все равно копится все равно вот по углам потом начинаешь собирать и это здесь завалялась там золи все равно блин целая машина все поехали а теперь сиденье да ничего садись сынок это что кто-нибудь поедет я встал прям раскорячилась на выезде отъедешь поедет уходил дыхает уже поселение скажем так поехать и грузить до магазина что там надул чё на складывали фрешбар ищите маршмеллоу на блины же за счет приставать давайте это тоже наш маршмеллоу для костра не маленький позвони спросили маленький для нарисовича скажут до костра конечно для костра окажется как бы так стилы чтобы вроде бы купить и костер не жечь очень не желание сегодня чё нибудь жечь главный чё там пару труппал притащил это ливанул поджог а вот этим замерзшится отделку на минуту отлично только это светильник нет ни это мне не про то я про то что нельзя ливануть потому что это вонять будет почему там специально вонючий дым будет от жижи прогрели и она черт жарить их потравиться ничего не будет там прогреть войне будет прогрели позавить или чем кривом сосиски тонешь потом костер еще с подружкой она не пусть на улице телефон не пусть где-нибудь как всегда спите с телефоном жрете стройте все с телефоном и разводиться никому причем не работает какой-то не автоответчик откуда у меня у бабушки на тебя у нас все так звонить да я только на польки услышал не думал что услышал у бабушки тоже на тебе тут дук помыться мне все ученые мешка сил твои висепотные и втравились там еще раз прям для тебя машина помыться это будет событие как будто тебя вообще ступа не составляют ходить пошел вот включила все жарко так было ты чего это оставил еще а вот что она вчера вчера это большую пушку брать отключить маленькую самую маленькую мощность я там вещь сушил конечно можно слушать да а кто будет их прятать от дуная от ветра от птицы обосрали от 1 от дождя кто будет бегать их снимать кто будет за ним следить тем более когда такое солнце лупит черные вещи на солнце не сушат потому что они выгорают очень быстро будут белые полоски на темных вещах где была замесена мне в бане вот гораздо удобнее перестирал мыться пошла и там повесила поворачивай поворачивай там мы едем прямо а у этого главный гребаный дачники ну-ка гляни кто там тут мне тошнит сегодня я машину не вижу машину не нашу очень день при парку а вон там есть место точно на вас постригусь отопрягись когда встреча сейчас эти телефоны позвонить класс я тут хотел встать а теперь он встает понаехали причем на меня все тоже так говорят номер от московские какие нафиг маршмеллоу ничего нет только маленькие по полику хотел большие ничего на полку нет ну наехали все маршмеллоу кончились да как тебе больших нет но маленькие не называли зацепь чешек зайду там смотрю пойдем за водой сдам американские санкции американские санкции от москва проживала большиняне не не то один без чипсов большой такое дело надо обязательно снимать контент напишем какое-нибудь хайповое название мать лишила сына глаза да это женщинам это удобно делать потому что вы привыкли к чему в глаз тыка да все подряд там тушь фигушь вот это стрелки уже это называется нет страха да нет язык называется как ну это как мне реакция с обыкать поколение стучно у тебя нога дергается рефлекс вот у тебя уже рефлексы главу на глазах притуплены они уже сам тебе не да я тебе ободочек дам на одень ободочек чтобы все волосы в глаза не лезли это можно пить нет впрочем на камеру ковыряй пока магазине были пришло сообщение что приехали линзы дюймин будем тренироваться надо решила кусок вырезать еще с об этом скалы это тоже будет ничего не буду вырезать он проще сидел ковырял зеркало сын увидел виду тушь мне кажется нас обманули ничего не обманули она просто прозрачные не видно там палец грязный димой я помыл только что с мылом да тебе нужно поставить эту линзу могу тебе пинцетик дать подожди да конечно да кидаю туда я там день не забрал ты нашел врач от есть я не знаю но все скользко я не вижу ой а если помню погнул тогда тебе надо еще раз в раствор кинуть она обратно раз при по так и чё там делал смотри в сторону например влево а и и пихай вправо там где у тебя белок ну я что сказал это не просто на мочи еще раз она у тебя еще может и выгнулась другую сторону может быть она все сложилось на полу надо ее пошевелить чтоб она давай я тебе дам пинцетико палочку по крайней мере не пальцем ушли не стык давай у нас развернулся кружочек нет она должна начать на ту сторону сейчас подожди давай 45 минут и 2 2 глаза масили 1 линза потеряна одна маленько порвана это первый раз я тебя поздравляю поздравляю правда сынок это дело такое но подожди глаза на верхом привыкнуть чтобы ты их не чувствовал вот и в правом уже более-менее нормально так чуть-чуть неприятно а вот в левом прям сильно потому что ты только надел и это линза старая на которой ты тренировался потому что новую он потерял и она даже с краешку маленько рваная может сопляться это жалко ну ладно ничего не жалко он хочет да завтра 2 2 2 он оставил хочет и тогда с 8 утра начинает надевать надевать ты хочешь найти ту линзу ты думаешь что теперь линзы надел стал лучше видеть и найдешь ту линзу которую ты уронил но вдруг я еще нормально я сейчас в водичке и все и будет классная линза я поменяю вот это заодно потренируюсь снимать хотя они классно сами снимаются ой вот мама сказала никогда у меня не слетал ни разу а он говорит моргнул надел да у меня глаза сильно слезят они моргают пытаются выкинуть ее из глаза а у меня дважды вылетала сейчас моргает себя да ты уже бы раздавила она жестко из этого линза еще из как она забыла блин это коробка был забыл я же на учил гидрогелевые точность гидрогелия как шарики которые раздуваются на ну кстати вроде нормально все равно левому глазу не так по некомфортно привыкнуть надо слушать у меня чп моя офигительная лампа которая накрылась это в которой я смотрела глаза обожгла за которые 6000 заплатила накрылась он ведь там вода внутри быть там не должно тут просили конина но где-то видать где-то чё-то блин не то я в розетку вакуума посмотрел лампа работает воды там быть не должно ёкарный ты ж бабай да не то слово жалко глаза за нее да знаете пословица есть такая у всех бед одно начало сидела женщина скучала пока дема собственно говоря занял стол занимался линзами думаю чем бы заняться думаю но маленько почищу аквариум там кое-что пересадила местами думаю смотрю он еще занят мне стол нужен мне ногти отошел меня ногти починить мне нужен мой стол но он занят помыла фильтр почистила помыл передние стеклышко думаю что то я воду давно не меняла а давно это уже год думаю ну много менять не буду чуть-чуть на четверть солью и это и свеженькой водички добавлю ну все-таки такая посвежее с колодца меня шланг такой большой он знаете от чего сливной как вот используют для стиральных машин да он достаточно длинный причем у меня был специальный шланг мой от аквариума он прям идеально мне хватало все было нормально я вышла шлангом и его нет не знаю куда делся он в прошлом году может я сама его я помню что я наращила вот этот большой черный может я его сама там уперла короче шланга моего нет есть вот другой нет который висит это кусок какой-то маленький он же длинный должен я где-то от кого-то шланга где-то валялся не помню но это кусок он короткий он должен уже быть вот а ты отрезал ну все короче мой шланг ушел ну блин да а что до бассейна хватило я где-то нашел он просто валялся может ветром унесло то что у меня висят на крючке на этом все шланги на крылечке в прошлом году мне кажется даже раньше не важно короче взяла другой воду слила спасибо с ногтями воду слила теперь надо залить обратно по этому же шлангу примерно следующее то есть отсюда по полу и в раковину здесь на резиночку привязан чтобы не выскакивал как и на аквариуме а здесь вот мне нужна эта резинка чтобы его так вот нацепить у меня там вон висят хомуты мои старый ржавый короче не могу хомут открутить не могла пришлось вызывать демча из того дома помню хомут этот открутил открутил он не снимается все теперь надо мне вот взять тот хомутик вот так вот раз прикрутить и включить воду помыть сначала на грязную очень ура а то этот ржавый болт откручивал откручивал сломала отвертку нафиг думаю ладно попросим мужчину одну отвертку я уже сломала найдем пошел куть ключ где-то там нашел что-то там сделал чем открутил не слабо заливаем водичку свеженькую я воду заливаю прям напрямую из под крана потому что у нас из колодца в колодце у нас родник она не хлорированная поэтому я могу напрямую из-под крана и заливать себя жила где-нибудь в москве конечно баба ставишь уклорка вышла а так мне этого не надо прям по прямой 20 минут колдовства этаж 15 готов новый ноготь старая спилилой кинул этот новенький готов отливать не убегай отлично полюни там четко шеварит поваренок вкуснятину готовишь чё готовишь фунчозу с морепродуктами видали них ухры-мухры давай давай умничка да поменьше сделай на пятерочку на 9 сгорит на 5 поставь плиту поставь плиту на 5 боба-боба-бобу сынок ты будешь отвратительным дедом ну а чё я уже там покосил у меня же там все было воткнуть я сразу и туалет и покосил но это же не сложный удалитель еще раз перенести сложнее чем не носить согласно сразу когда там косил там еще надо около тубзика так что неси мне какой-то ерундой там занимаюсь покажу я задумала покрасить крылечко краска приехала мы сегодня забрали все надо ободрать старую я купила вот такие щетки вчера так сказать я приступила но не могу сказать что мне как-то хорошо получается если честно ну дерево то она еще наверное не чушненько будет отдираться у меня часть крыльца обито железом но сверху просто красить ну стремновато как получится а что вот делать чем я купила вот эти щетки для 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 очистки посадил вчера полтора аккумулятора поколола все руки об эти щетки пока на шуруповерт цепляла продолжим чем заняться то еще вечерочком у нас прям вечерочек такой хороший прохладненький сынок трава сама себе не покосят слышь соня ты пузом занял миску да что тебе надо от меня иди на тебе польского что-то где-то ты там чешешься что посмотреть зубы лап сложил такой делал декорный иди двигайся слышь я сейчас тут буду давай шагаться и ты тоже ты куда самую грязь пришел вам лег слышь жопа мохнатая поле готовится ловить майских жуков нас уже полетели совок высасовок сачок приготовила банк твоя стоит на этом на крыльце на в прихожке ну давайте же он будет рад система примерно следующая куда солнце попадает там краску еще кое-как можно отодрать я посадила аж три аккумулятора на шуруповерте и смогла вот только уголок ободрать вот это слева за мусорным ведром она не отдирается то что он сюда не попадает вот в этот угол где солнце попадает там она облезает начала вот здесь и поняла что все аккумулятор все сдохли ты уже и собственно говоря и вечереет уже прохладненько достаточно какая чистая пойду я мыться наверное у меня не стоит задачи прям начисто начисто все отодрать не ну как смогу ну так раз которая заблупится под щеткой под железо то облупится то отлетит а нет так и нет нафиг покрашу сверху да и все и будет красоте не чё ты иди дуная карми стоишь около меня сейчас начну говорить о икаю замерзла вроде не замерзла ну прям это прям такой ик прям аж до кишков пробирает падла я уже его воды попила его из-за позадержала и меня уже боль напугал и уже я и со мной каю ладно товарищи будут прощаться внизу в описании к этому видеоролику такие разные полезные интересные ссылки что там я сегодня показывал не помню ничего не показывал короче посмотрите при монтаже в описании в закрепленном комментарии а также ссылка на наш вайлберис магазин на магазин на озоне для на товары для колбасников кстати появился появились специи для купат очень хорошо они идут очень очень хорошо отзывы хорошо идут в большой килограмм килограммовый фасовки они уже там есть уже на складе вдруг кому надо сейчас под майские праздники прям под купат под все всем желаю насыщенных дней не икать красивых цветочков кстати минус две косилки у нас теперь дема сломал две косилки и ручные вот эти телегу я не даю две косилки сломала одна сгорела одна палку не сломалась по-другому не сказать все товарищи короче желаю что у вас тоже ничего не ломалось тоже чтобы у вас ничего не ломалось и у нас тоже себе желаю все друзья мои всех люблю целую всем пока